Приветствую вас. Честно говоря, я с большим недоверием отношусь к идее обобщения, любого обобщения, потому что обобщение нельзя как-то, знаете, исследовать с точки зрения именно взаимодействия с объект-объект, да, нельзя взаимодействовать с этой историей, потому что, вот кто такие все, да, вот вы говорите все, вот кто такие все, кто они, эти все, вот, ну, вы, как бы вряд ли сможете сказать, кто такие все, все люди, то есть все люди, это огромное количество людей, это огромное количество, значит, самых разных характеров, самых разных позиций, самых разных точек зрения и так далее, то есть это все, вот, это все очень многообразно, вот, это первое. Второе. Эм, любовь. Любовь. Эм, сама, просто сама по себе, любовь, вот, это тоже очень, эм, расплывчатое понятие. То есть это, эм, какая любовь, да, общечеловеческая, это материнская, национальная, романтическая, как, какая, о какой любви здесь идет речь, божественная, да, религиозная и так далее, вот. Эм, о какой любви здесь речь, и вот, наверное, не совсем понятно, что вы здесь имеете в виду, эм, вообще. Ну вот, о каких всех людях, и какой любви вы говорите, потому что все люди нуждаются обратной любви, да, вот. Ну я, наверное, вам, эм, расскажу про, э, нуждаемость, э, нуждаемость в любви наиболее, такой, эм, наиболее часто встречающихся именно нам при работе с, вот, людьми с клиентами, это любовь, э, потребность в любви конкретного человека. Эм, ну вот, о, то есть, это потребность в любви … э, что делать… эм, э, девушки – это потребность в любви матери, это потребность в любви отца, это потребность в любви, э-э, Ну, значит, какого-либо родственника и так далее. В этом смысле, в любви действительно нуждаются все люди, потому что как-то человек нуждается в принятии. Но уникальность, в какой-то степени уникальность ситуации заключается в том, что мой взгляд, что нуждаемость в этой любви, сама по себе как такова нуждаемость в этой любви, образуется именно за счет наличия в жизни человека таких факторов, как социальный элемент, таких факторов, как окружение. Если бы у человека не было бы, просто не было бы социального окружения, с его социальным общественным мнением, с его нормами, с его оценками и так далее. Я думаю, что потребности в принятии себя в таком случае не было бы необходимости. просто потому что человеку боевков не приходила мысль о том, что он может быть каким-то не таким, ведь сам себя человек оценивать не способен в принципе. Но когда другие люди начинают оценивать человека в социуме это происходит практически постоянно, то и сам человек начинает думать, что он себя оценивать, начинает думать, что он себя как-то корректировать, да, начинает себя контролировать, ну, в какой-то степени может быть он это делает и правильно, в какой-то степени может быть он поступает неплохо, но опять же это всегда очень такая условная достаточно ситуация, да, очень-очень-очень условная ситуация, при которой человек только думает, что он способен себя себя там, ну, как-то вот, грубо говоря, познать и так далее. На самом деле, ничего такого нет, ну, как бы, шипать, так человек продолжает и из-за того, что далеко не всегда получается, добиться того, что хочется, вот, собственно говоря, и возникает потребность в принятии. То есть, по факту, то человек борется с ни много ни мало восстановлением некого такого баланса, да, некого такого, 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 некого равновесия, вот, гомеостаза, когда, ну, собственно, нуждаются в принятии себя, вот, когда, когда идёт ориентир на принятый себя человек. Вот, собственно, вот так вот, и поскольку можно, в принципе, совершенно спокойно утверждать, что все люди сейчас. проходит, вот так вот, 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 вот. то можно сказать, что все люди, все люди же, себя и в той или иной степени не принимают. Но в той или иной степени исключительно в той или иной степени. Потому все люди в той или иной степени нуждаются в любви. Вот такая практика получается. Кто-то живет с этим абсолютно спокойно и нормально и хорошо. У кого-то это совершенно не напрягает, не обарит, не раздражает. Кто-то научился вычислить, не думать об этом, об этих вещах. Ну а у кого-то это достаточно трудно, тяжело болезни переживать. Вот, и с этим, собственно, мы работаем. Я имею ввиду психологов, специалистов по личностному росту и так далее. То есть то, что раньше у человека было естественно, сейчас к этому нужно приходить через какой-то вот такой именно путь, более интеллектуальный, более высоконравственный, более высоконравственный, такой моральный, скажем так. Вот и все. Такова реальность это не хорошо и не плохо. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что вы от этого вопроса придете к чему-то более конкретному, связанному с вами самой. Удачи!